Титаник В известном лайнере всех времен и народов, не рискуя жизнью. На протяжении столетий история Титаника привлекала внимание людей со всего мира. К счастью для нас, бизнесмен Клайв Палмер, один из богатейших людей Австралии, тоже ее поклонник. И в 2012 году он объявил о том, что планирует создать точную копию легендарного корабля. Тогда прошло ровно сто лет с того дня, как настоящий Титаник пошел ко дну Атлантического океана. Палмер стремился полностью воссоздать историческое путешествие, поэтому свою судоходную компанию он назвал Blue Star Line. Это отсылка компании White Star Line, которая владела настоящим Титаником. И если вы все еще сомневаетесь в намерениях предпринимателя, то спешу сообщить, что этот человек уже вложил 500 миллионов долларов в осуществление своей мечты. И спустя 7 лет строительство корабля наконец близится к завершению. Будем надеяться, что деньги и время были потрачены с умом. Дизайнеры и историки сделали все возможное, чтобы интерьеры максимально повторяли убранство первого лайнера. Ведь сохранилось множество фотографий Титаника, поэтому сравнить будет несложно. Как вы уже знаете, самые богатые люди мира хотели совершить путешествие на Титанике. Десятки предпринимателей и аристократов разместились в каютах первого класса и требовали к себе исключительного отношения. И будьте уверены, они его получили, ведь Титаник был известен не только из-за своих громадных размеров, но и благодаря непревзойденно роскошным удобствам. Только представьте, сто лет назад на борту корабля были библиотека, гимнастический зал и даже турецкие бани. За один доллар вы могли посетить залы с горячей и холодной водой, а также посидеть в парной. И все это было доступно, пока корабль бороздил океан. Также на борту был плавательный бассейн с подогретой морской водой. Его размеры, конечно, не впечатляли, но ведь Титаник – всего лишь второй корабль в истории, у которого, в принципе, был бассейн. Первым кораблем стал Олимпик, брат-близнец Титаника, который спустили на воду на год раньше. Все эти помещения будут воссозданы на Титанике 2. Как и у его предшественника, на нем будет корт для игры в сквош и гимнастический зал, оборудованный новейшими тренажерами, по крайней мере, в соответствии со стандартами начала прошлого века. В 1912 году там были установлены тренажеры для гребли, велосипеды и тренажер-наездник. Пассажиры могли заниматься сами или с помощью инструктора, так что с тех пор мало что изменилось. За исключением одежды, конечно же. Вы когда-нибудь занимались спортом в длинном платье или костюме? Сомневаюсь. Животные также путешествовали с максимальным комфортом, особенно 12 собак. У каждой из которых была своя собственная будка. Их владельцы планировали организовать выставку на борту, но, к сожалению, в их планы вмешался айсберг. Одним из самых роскошных помещений Титаника был курительный салон. Его стены украшали перламутр и панели из красного дерева. Посетители могли согреться у мраморного камина, единственного дровяного камина на всем корабле. Однако этот салон был доступен не для всех, его могли посещать только мужчины. Будем надеяться, что в современной версии корабля эти правила будут изменены. Помните красивую деревянную лестницу, где Роза встретила Джека в финале картины Джеймса Камерона? Она полностью повторяла знаменитую парадную лестницу, которая соединяла палубы на настоящем корабле. На Титанике 2 тоже будет такая лестница, а на потолке стеклянный купол, благодаря которому ступени будут освещаться солнечным светом. Думаю, это станет самым фотографируемым местом на новом судне. И не забывайте об экстравагантном обеденном салоне первого класса. Он был 28 метров в ширину и 35 метров в длину и вмещал в себя более 500 человек одновременно. Это было самое большое помещение на Титанике и самое изысканное. Его стены были выкрашены в белый цвет, а иллюминаторы спрятаны за свинцовым стеклом, что создавало иллюзию элегантного ресторана на берегу. Такой декор в сочетании с изысканными блюдами превращал обычный ужин в торжество. Все это, конечно, замечательно, но каким бы роскошным ни был салон, даже он через пару обедов мог прискучить. На этот случай на Титанике имелись кафе «Парижьен», выполненное в стиле французского уличного кафе, и «Веренде кафе» с великолепным видом на океан. Кто знает, может, в наше время они будут привлекать молодых пассажиров так же, как и тогда. На «Титанике 2» каюты также будут соответствовать своим предшественницам. Всего будет три класса обслуживания. В первом классе каюты будут оборудованы кроватью с балдахином, столом и собственным декоративным камином. Каюты 2-го класса будут менее роскошными, но все же довольно удобными. В них предполагается двухъярусная кровать и диван, встроенный в стены. А третий класс будет выглядеть так же, как и сто лет назад. Его каюты крошечные и скромные, в них разместят по четыре койки, но для тех времен это более чем прилично. За исключением, наверное, одного. Для класса были доступны только две ванные комнаты. Создатели «Титаника 2» планировали все оставить так, как было, чтобы воссоздать атмосферу приключений. Но будем надеяться, что они передумают. В противном случае их ожидают огромные очереди в туалет. Как бы то ни было, с точки зрения безопасности, они оборудовали корабль по всем последним требованиям. На «Титанике» было всего 20 шлюпок и 3300 пассажиров, что в три раза меньше необходимого числа. «Титаник 2» также планирует взять на борт 2400 пассажиров и 900 членов экипажа. Но количество шлюпок и спасательных жилетов будет увеличено в разы. В случае кораблекрушения все люди будут спасены. Но это не единственное положительное изменение. У нового «Титаника» будет более крепкий сварной корпус, а не на заклепках, как раньше. Считается, что именно это стало причиной пробоины, когда «Айсберг» врезался в борт корабля. Также «Титаник» будет работать на эффективном дизельном двигателе, а не на паровом, пар для которого производили 29 жаротрубных котлов. Также на новом лайнере будет дополнительная палуба, так что общее число палуб составит 10, а не 9, как это было в 1912 году. Будут добавлены платформы с необходимым количеством спасательных шлюпок и лестницы, чтобы пассажиры и члены экипажа могли быстрее подняться на верхнюю палубу в случае аварии. И, конечно, корабль будет оборудован новейшими радарами и спутниковыми системами в соответствии со всеми современными стандартами. А теперь представьте, что на старомодном «Титанике» будут ходить люди в шортах и мини-юбках. Странное ощущение. Чтобы пассажиры смогли в полной мере прочувствовать на себе атмосферу прошлого, им предложат пышные платья и смокинги. Более того, не исключено, что на борту не будет телевидения и интернета. Пока билеты в продажу не поступали, поэтому я не смогу вас сориентировать по стоимости круиза. Но даже без интернета и личных ванных комнат путешествие на «Титанике 2» будет стоить дороже любого другого морского круиза. Его первое отправление назначено на 2022 год. Корабль пойдет курсом из Дубая до британского города Саутгэмптон, а потом возьмет курс на Нью-Йорк, как и его легендарный предшественник. Если все пойдет по плану, то потом его круизы будут кругосветными. А в какой исторический период хотели бы отправиться вы? Напишите в комментариях. Если вы сегодня узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не спешите прыгать в спасательную шлюпку. На нашем канале есть еще 2000 других классных видео. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке слева или справа. Наслаждайтесь и присоединяйтесь к Эдми!